Опа! Здравствуйте, ребята! С вами я, отец Иношка Нюнкин, и как вы помните, недавно мои детки сильно накосячили. А именно Петя со Стёпой. Они избили нашего мальчика, который на нас работал, и в результате мальчик ушёл. А вместе с ним ушла наша няня. Кстати, да, её звали Лена. Мы почему-то сначала думали, что Ольга. Она нас, видимо, обманывала. Но не суть. Они ушли, двое этих замечательных людей, и наш Стёпа Спети теперь наказаны, да. Вы всё просили дать им какое-то жёсткое наказание, но я решил, что ежедневная уборка в хлеву, от навоза, других испражнений, их достаточно быстро переучит. И теперь они у меня, смотрите, какие замечательные, умные и воспитанные. Так, Рекс, ты куда залез? Ладно. Давайте, дети, что вы тут стоите? Что, типа хвастаться показать, как вы научились убирать хлев? Ну, конечно, пойдёмте посмотрим. Сюрприз? Это я люблю. Давай, показывай. Ну, Петя, открывай. Сейчас удивимся. Что? Пипирка из навоза? Серьёзно? Так, ребята, вообще-то речь шла о другом. А ну иди сюда. Сюда? Куда побежали, засранцы? Вам кажется это смешно? Офигенно, блин, смешно. Ух, что такое? Они в Милану кидали навозом? Молодец, что покусал. Но мне кажется, этого будет недостаточно. Да, знаете что? Какой-то более слишком мягкий стал папа, какой-то слишком вежливый, какой-то слишком такой аморфный. Нет, нет, нет. Поэтому, ребята, я всё-таки думаю, что надо прислушаться к вашим советам. Да, всё, надо. Поэтому наказание будет очень суровое. Очень суровое. Так, где эти современные художники? Где эти незаслуженные деятели искусства? Блин, где они? Девчонки, где они нафиг? Аааа, кто сидит в чулане? Так, а ну вышли все. Не поймаешь? Ну давай вперёд, попробуй. Ну как? Недалеко убежали, да? А ну, живо на диван. Полина, освободи, пожалуйста, местечко. Сели на диван. Оба сели. Живо. Итак, друзья, слушайте. Вы как-то вообще не воспринимаете мои методы воспитания. Спокойные, аккуратные, деликатные. Поэтому я придумал вам что-то новенькое. Кое-что совершенно иное. Поэтому... Ну как, Лизочка? Я его не ругаюсь. Совершенно спокойно. Ему всё объясняю. Поэтому, мальчики, собираем вещи. Даю вам 5 минут. Кстати, 5 минут на сборы. Самое необходимое. Поход. Поход. Ну, можно и так сказать. Поход или даже исход. Вот, да. Исход лучше подходит. Пикник. Не-не-не-не, мальчики. Мне кажется, вы меня неправильно поняли. Вы уходите. Насовсем. Я позвонил в детдом. Всё. Там вас уже ждут. Поэтому давайте на выход собираемся. Ну что, Лизочка? Они по-другому не понимают. Это не прикол. Всё. Окей, ладно. Не насовсем, но на недельку минимум. Хотя нет. Какую нафиг недельку? Нет-нет-нет-нет. До тех пор, пока вы не усвоите урок. Да хочешь, я вам объясняю? Ээээ... Да. Вам будет там лучше всем. Здесь... Ну, замечательно, замечательно. Может, наконец-то съедете от меня. Будет больше места. Новый тишек возьму. Так, Жайс, пропусти их. Пропусти. Поехали. Так, стоп-стоп, подожди. Секундочку. Ещё один момент. Пожалуйста, сюда ключи от Форда. Ключись от Форда. Куда? Они, в общем, Вика, в детдом. Да, в детдом. Их там уже ждут. Я позвонил. Как ты не дашь? Не дашь, так не дашь. Всё, давай, езжай. Езжай, как сможешь. Эээ... Как-то не могу. Вика, то, что он с тобой встречается, ещё не значит, что ему есть 18, понимаешь? И до этой замечательной даты он будет полностью в моём распоряжении. Пока не повзрослеет. Лиза, могу, могу. А, не можешь найти Форд? Да. Ну, да, тебе сначала придётся его спустить. Ржавец, спасибо. Большое тебе спасибо. Ты же не захотел ключи отдавать? Вот, можешь с этими ключами хоть обходиться. Всё, полезайте в Бэху. Так уж и быть, в последний путь я вас довезу. Давайте, давайте, давайте. Мальчики, всё, БМВ ждёт. Ты чего? Они же это, брат за брата. Это за основу взято. Хрен тебе, не пойдём. Ах, не хотите по-хорошему? Что ж... Петь, ты тоже не хочешь, да? Ну, ты просто пойми, Петечка, что ты в любом случае туда пойдёшь. Но, если не будешь делать это по-хорошему, то сначала. Я расфигачиваю комп, сожгу все твои жёсткие диски с охранениями, удалю твои учётные записи, телефон полетит туда же. Ну, как мне продолжать? Эй, Стёпа, а твой форт мы тоже взорвём нафиг. Мне кажется, будет прикольно, да, девчонки? Ух, в ТикТоке, я думаю, это соберёт прилично. Что, ты чё, не думаешь, что... Ты не веришь, что ржавец не такой способен? Ты чё, забыл, что ли, этих бандитов? Ржавец, ну-ка, да, тащи базуку. Давай, давай, проверим, как ржавец у нас целится. А, поехали. Вот, другое дело. Слёзы, вид, необязательно. Я только себе химчистку сделал. Всё, детишки, залазим, залазим, мальчики, давайте. О, Стёпа спереди, на место Пети. Ничего себе, Петя, ты не ругаешься? Что, ты даже не возмущён? Хо-хо, какие они сразу стали шёлковые. Ладно, девчонки, давайте помахаем нашим мальчикам. Лиза отойдёт машины и поехали. Уху! О, всё, приехали. Так, осторожно, пусть ходилак проедет. Это, видимо, Моргенштерн. Моргенштерн, привет, до свидания, всё, выходим. Всё, куда смотрите? Нет, нам вот сюда, нам вот сюда. Вот что думали? Я вот в стрэп-хату повезу, ага. Заходим, заходим, заходим. Ну что, позабыли уже, да, эти места? Так, вперёд, вперёд, вперёд. Так, вас там уже ждут. О, тихо, тихо, у них, по идее, сейчас тихий час. О, ничего, Стёпа, там вам... Вас всем необходимым снабжат. Это там всё есть уже. Так, динь-дон. Заходим, 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 проходим. О, здрасте, здрасте, здрасте. Так, вперёд, вперёд, вперёд. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Петя, проходим, проходим, проходим. Ну-ка, сейчас тебе пентель отдам, для ускорения. Так, ну что же. Вот, принимайте пополнение. Держите. Они, в принципе, адекватные, но маленько шлавливые. Поэтому вы с ними... Ну, глаз да глаз за ними нужен, короче. Вот, если что, звоните, звоните в любое время. Но, надеюсь, что позвоните вы не скоро. Всё, всё, Петя, давайте осваивайтесь. Всего замечательного. И пока. Удачного процесса исправления. Всё, пока. Поздно уже извиняться. Хотя они, вроде, даже не пытались. Видимо, думаю, что у них всё под контролем. Что они тут будут как сыр в масле кататься. Ничего. А может быть, действительно так? Может быть, это для них будет школа жизни? Я буду не против, я буду только рад. Только за. Так, у меня там своих дел куча. Поехали домой. Наконец-то от них... Эй, ты куда? Ну-ка, живо отсюда. Наконец-то от них отдохнул. Ой, блин. Я так хорошо выспался. Доброе утро, ребята. Что-то даже странно, как-то слишком тихо. Ой, блин. Такая свежая голова. Вот это да. Ребята. Ребята. Где все? О, девчонки готовят. Так, надо Петю разбудить. Блин, я забыл за ночь. Вот что так тихо было. Отлично, отлично. Что у нас сегодня на завтрак? Девчонки. Девочки, что на завтрак сегодня? Девочки. Что, они клохли, что ли? Рекс. Подъем. Блин, и он спит. А, ну что, наконец-то смог выспаться? Доброе утро. Ребята, как же круто. В доме только два пацана. Я и Рекс. Замечательно. Девочки. Девчонки, я хочу кушать. Девчонки. Ну, положите мне еду-то, наконец. Что, меня игнорят, что ли? Ладно, окей. Видишь, какие. Все-таки для такой тачки как-то слишком простоват гараж. Надо все-таки сделать получше. И поэтому я сегодня... Я в магазин. В смысле, я глухой? Это же вы меня игнорите. Да, в том-то и дело. А, у этого был какой-то замысел, да? Я должен был что-то понять. О, ничего себе. Ну, девочки, извините. Я не такой умный, видимо. Так, Рекс, со мной поедешь? Рожайся, поедешь со мной? Строительный. Вот, значит, в чем причина. Нет, девочки. Они заслуженно несут наказание. В дедоме, может, это, конечно, сурово маленько. Но мне надоело быть таким мягкотелым. Все. Им нужна, видимо, суровая, твердая рука. Ты мешаешь любви? Какой любви я мешаю? Нет. Нет, я вас всех люблю, по-прежнему. Даже мальчиков. На Форде, либо на БМВ. Ладно. Ну, на Форде, я думаю, еще долго не получится поездить. До осени, пока вся листва не опадет. Ромео и Джульетта. Вы, видишь, чего придумали? Так, короче. Одиночка. Ну, шо ж, добро пожаловать в клуб, как говорится. Ладно, девочки. Не хотите со мной строительный? Давайте дома тоже поработайте. В принципе, полезно. Так. Ну, шо. Запрыгивайте, давайте. Робот и боевой пес. Так, я не понял. О, хрена. Я вчера нормально ездил. Так, вылазьте. Блин, может, ты слишком тяжелый? Нет, вроде катались с тобой. Так. Посмотрим. Блин, я же ничего там не понимаю. Оржай, ты что-нибудь понимаешь тут? У тебя тут электроники вообще почти ноль. Рекс, а ты что-нибудь понимаешь? Ну, как бы я вот пытаюсь не заводиться. Ё-моё. Серегни позвонить. А, точно, Степа. Так, Вика, позови Степу. А-а-а. Да. Да-да-да-да. Эм-м. Да. Так, ну, чё. Поедем за строематериалами на ламбе. Хотя, блин, там багажник. Его, по сути, и нету. Зараза. Ну, придётся механика вызывать. Не того друга моего брата, а просто механика. За деньги. Да еду я, еду. Ух, ребят, не могу я смотреть на женские слёзы, поэтому мы со строительного поехали, блин, всё-таки в детдом. Проведаем, проведаем их. Ох, не хотел, конечно, так рано, но ладно, посмотрим. Может, они там уже хоть что-нибудь допоняли. Вот, смотрите, видите, там дети стоят, да? Это они из детдома. Они просто так на ходу запрыгивают, блин, в машину, если бы их оттуда увезли. А наши дети, а, чё, не ценят меня? Вообще не ценят. Ладно, всё, выходим. Выходим, выходим, выходим. Всё, нам сюда. Так, всех, всех девчонок с собой взял. Всё, бегут, бегут к своим декабристам. Так, ну что, сейчас вроде... Опять тихий час, блин. Здрасте, здрасте. О, что? Петя? Стёпа? Что с вами, ребята? О, господи. Вот это да. Так, ладно, здрасте. А вы их кормили вообще? Чё с ними такое случилось? Так, ну-ка, грица. Это один день из жизни детдома. Ладно, вы тут давайте... Ну, в общем, обсуждайте, рассказывайте, как там на воле, да? Как это обычно делается, я просто не в курсе. Я скоро приду. Давайте, давайте, ну что? Верни. Ну, куда вы выбежали? Давайте. Что, сейчас уедем и всё? Вы этого хотите? Хоть пообщайтесь маленько с ними. Блин, ребят, может, всё-таки слишком жёстко, а? Ё-моё, это... Как так? Может, сейчас ещё и тикток снимать начать? Не-е-е. Ладно, это, конечно, шутки шутками, но, блин, видно, что за день-то их жизнь потрепала. Так быстро? Я, вообще-то, планировал на недельку. Мне чё, забрать, да? Ах, ну, надеюсь, что они меня поймут. Давайте я просто намекну и посмотрю на их реакцию. Если они прямо... Ну, если я пойму, что они перевоспитались, то, как бы, посмотрим. Так, Стёпа. Стёпа, Петя, на пару слов. На пару слов. Можно вас? На пару слов. Вас никто с детдома не возвращает, но чисто так, для интереса. Вот, чем бы вы занялись, допустим... Ну, приедь я сегодня с вами вместе обратно в деревню. Вот чем бы вы занялись? Девочки, не подслушиваем и не подсказываем. Чисто так, из любопытства. Сделал бы все дела, ДЗ слушался. Петя, а ты чё молчишь? Чё, нечего сказать, что ли? Так, я бы... Да вот, пожалуйста, проводи, провёл. Так, ну вот Стёпин вариант мне больше нравится. Хм, похоже, Петя, да, похоже, Петя, тебе придётся побыть тут ещё маленько времени, да. Так, видишь, я, Петя, медленно иду назад, медленно иду назад. Хочу кое-что услышать. И не слышу, не слышу ничего. Вот, Стёпа, всё, собирайся, мы возвращаемся. Так, а у него, кажется, все мозги отсохли уже. Ну что? Да нужно иметь твои прощения. Я хочу услышать, что ты будешь сделать дома. Ты уже тысячу раз извинялся, вообще никак не помогло. Так, дальше. Да, молодец, мне нравится ход твоих мыслей. Ещё. Правильно, посуду мыть что-нибудь ещё. Мыть полы. Ну ладно, 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 всё, для начала сойдёт. Хорошо. Так, у них с тобой ничего не было. Ладно, всё. В общем, я их сбираю уж, простите. Понравились нашим деткам? А, у вас появились новые друзья. Ну ничего, вы сможете к ним заходить в гости. Да, вы хотите к ним в гости? Э, э, вы куда? Петя, вы куда? Ладно, всё, всё, всё. До свидания, до свидания. Спасибо большое. Вы меня, как всегда, выручаете. А тебе там что, понравилось что ли? Всё, давайте в машину. Блин, даже места не хватит. Ладно, сейчас таксишку вызву. Всё, давайте, присаживайтесь пока поудобнее. Ух, ребята, ну вот видите. Ну не знаю, конечно, поможет, не поможет. Посмотрим, ребята, посмотрим. И вы, в принципе, можете сами пока что оценить, насколько вот по десятибалльной шкале я хороший папа, а? Мне кажется, просто десять из десяти. Десять из десяти. Ну, а если вы со мной не согласны, то пишите в комментарии. С вами был я, отец, одиночка, неуки. Всем удачи. А может, мы их обратно вернём, а? А, чувствую уже, как воздух напрягся, видимо, вместе со сфинктером. Ну ладно, всё. Короче, ребята, с вами был отец, одиночка, неуки. Всем удачи и до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok